Привет, дорогие сплетники! Добро пожаловать обратно на мой канал, меня зовут Антонес, и на этом канале мы пьем очень много кофе Тартуфи, а еще мы очень много сплетничаем. Спасибо огромное нашему постоянному спонсору Тартуфи, переходите по первой ссылочке в описании, закупайтесь качественными итальянскими продуктами. 100% арабика, роскошный кофе, спасибо еще раз Тартуфи за вашу постоянную любовь и поддержку нашего комьюнити. Сел сегодня собирать информацию на сегодняшний выпуск, смотрю, Собчак выявил почти трехчасовой выпуск интервью с Настей Ивлеевой. Не понимаю я, ребят, когда такие гигантские выпуски, три часа, это как два полнометражных фильма, ну реально, это был полный перебор. Хотя, опять же, посмотрел на одном дыхании, нравится мне, когда Собчак не зажат, а нравится мне, когда Собчак на расслабоне ведет интервью. Было интересно и эмоционально посмотреть, когда они прошли по дворам юности Собчак, по дворам юности Ивлеевой. Класс, очень классное интервью, мне очень понравилось интервью, но, сказав все это, интервью-то было замечательное. И Собчак очень аккуратно пыталась вытащить из Ивлеевой то, что на поверхности для всех, но то, что вообще не видит Ивлеева. После сегодняшнего интервью с Ивлеевой у Собчак я отписался от Ивлеевой, Настя, ты человек, который искренности ноль. Прошоренная акула, и это на самом деле замечательно, если ты пытаешься строить из себя бизнес-вумена. Очень правильный подход, очень американский подход, когда ты пашешь, как ломовая лошадь, когда ты делаешь из всего деньги, и ты действительно сделала из себя и свой имени, бренд и самую настоящую карьеру. Во-первых, конечно, поговорили они о расставании с Элджеем. Ребят, посмотрите наше, то самое видео от 26 апреля. 26 апреля, да, без шуток, именно вот в этом самом видео, по этой ссылочке вы можете пройти и посмотреть. Мы были первые, кто сказали абсолютно все то же самое, слово-слово, о чем спрашивала Собчак и о чем так агрессивно отнекивалась Настя Ивлеева. Собчак говорит, он неудачник, ты должна извиниться. Она говорит, ну где извиниться, если его компания должна за прошлый год 750 тысяч рублей долгов? Ивлеева, это какая-то непонятная информация, какая непонятная информация, говорит Собчак. Это все из официальных источников. Пыталась она изо всех сил показать то, что сказали мы на самом деле в том самом видео, что Ивлеева переросла. Элджея, Ивлеева стала слишком большая для Элджея, и Элджея элементарно расслабил свои булки, ничего не делал. Ивлеева защищала как могла. Опять же, респект ей как бывшей жене, но очень многие вопросы остались открытыми, очень многие вопросы остались неотвеченными. И по факту то, что мы сказали 26 апреля, сказала слово в слово. Настя Ивлеева вышел из этого интервью, потому что мне стало элементарно противно смотреть его после того, как был вот этот вот сегмент где-то в середине видео. Блогеры и дороги. Спросила Собчак об этом самом проекте. Что за проект? Пожалуйста, объясни нам. Ну вот мы там сели по фану, решили проехать по России. Собчак говорит, понимаете, Собчак элементарно, как я сказал, для любого думающего и умеющего анализировать ситуацию человека, это все на поверхности. Настолько на поверхности, насколько это вообще может быть. Она говорит, пожалуйста, объясни мне, о чем проект Блогеры и дороги. Это вот мы по фану решили поехать по России. А зачем вы поехали по России? Зачем вы поехали по периферийной России, по такой жесткой России? Вы хотели показать города? Вы хотели показать что? Потому что, говорит, я в последние выпуски смотрел, я не видел ничего, кроме вашего кривлянина камеры, говорит Ивлеева. Мы решили показать, как чувствуют себя сытые блогеры среди обыкновенных работяг. Настя, я видел, из какой дыры ты сама. Я видел, что 4 года назад ты снимала невменяемые войны с Идой Галич с нулем, абсолютнейшим нулем бюджета. И ты сейчас говоришь, мы решили познакомиться с тем, как живет периферийная Россия. Мы решили познакомиться с тем, как живут обыкновенные рабочие люди. Это Собчак может знакомиться с обыкновенными периферийными людьми. Это Собчак может ехать в периферию и видеть, как работают те самые работяги, у которых света белого нет. И не будет, ничего не изменится у 90% людей, живущих в этой периферии, потому что это называется безнадега. Это Собчак с фамилией Собчак может это делать. Ну не ты, Ивлеева, будешь не сходить со своего трона, чтобы познакомиться, как живут работяги. Да ты сама из дыры, из тебя периферию, вот это твое село, до сих пор не выбить. В тебе есть вот эта, знаешь, замечательная жилка бизнес-вумен. Это, конечно, история успеха, когда периферийная сельская девка смогла добиться таких высот, которых добилась Настя Ивлеева. Но о каком знакомстве с периферией, с обыкновенными работягами идет речь? Собчак ей постоянно пытается вытащить вот это, вот ответ на этот вопрос. Она объясняет, почему такое количество негатива в комментариях под этими самыми видео блогера и дороги. Потому что народ видит, что они элементарные. Ребят, здесь по-другому, вот лучше слова не найти, как выебываются и самоутверждаются за счет периферийных работяг. Зачем это было снято? Мы решили по фану, вы решили по фану показать, как живет периферийная Россия. Замечательно, вы поехали, как говорит сама Собчак. Даня Милохин в этой в куртке офф-вайт, каждая вещь, блисяга на плечах Настя Ивлеевой стоит сейчас там 460 тысяч рублей. 460 тысяч рублей. Сколько, дорогие, вам придется работать, вот непосредственно вам, чтобы заработать 460 тысяч рублей? Сколько месяцев? А это один предмет из гардероба Насте Ивлеевой. И вот Настя Ивлеева, сама не отряхнувшаяся от этой самой периферии, не отряхнувшаяся от этой самой сельской дыры, самоутверждается. Вы знаете, кто такая Настя Ивлеева? Это сломанный человек. Это человек, который до сих пор, имея те деньги, имея те возможности, имея те рекламные контракты, по факту, всем пытается доказать, что жизнь удалась. Настя, смотри, у тебя жизнь удалась. Все все видят. Видят твои счета, видят, что ты Форбс. У тебя действительно все удалось в жизни. Хватит. Ты всем все доказала своими действиями и своими шагами в карьере. Когда Собчак говорит, ты читаешь вообще комментарии? Она говорит, мне похуй. Это вот ее ответ на этот аргумент. Мне элементарно похуй. Настя, понимаешь, ненависть так тебе? Вот именно ненависть. Непонимание. Потому что люди, которые тебя смотрят, они cannot relate. Они не могут, я не знаю, как перевести это правильно, словом. Вот есть английские слова, которые великолепно описывают ситуацию, но эквивалента в русском нет. Они не могут понять тебя. Сытый, голодного не разумеют. И ты сейчас говоришь, у нас не было никакой идеи, блогеры дороги. Мы решили поехать просто по фану. А когда нету сценария, когда нету никакой определенной цели в этом самом наборе видео, да, начинают проявляться ваши вот эти вот низменные комплексы. И ты, вместо того, чтобы показать Россию периферийную, жизнь работяг, которые будут работать на плащ от Балинсяга, я не знаю, три года, ты самоутверждаешься. На фоне их ты элементарно самоутверждаешься, как пещерный, дремучий, зашоренный человек. И когда из тебя пытаются вытащить вот это вот зерно, ты говоришь, срать. Именно такое не прощают. Знаешь, не прощают не просто неискренность, Настя. Тебя кормят твои подписчики, тебя кормят твои подписки, понимаешь? Ты никто без тех людей, на которых тебе похуй, по твоим же словам. Я не стал смотреть дальше это самое интервью после вот этого сегмента блогера и дороги. Ты отвратительна, Настя. Ты элементарно отвратительна. Когда тебя пытаются как-то критиковать, моментально защита закрывается, жопа напрягается и сидит, пытается всем кому-то что-то доказать. Я знаю таких людей в реальной жизни. Отвратительные, потому что элементарно с ними невозможно выйти на какой-то откровенный разговор и упасти Божа. Как сама сказала Собчак, как-то покритиковать. Собчак может себя вести так, как ты себя ведешь сейчас. Но она имеет право, потому что родилась в белой кости российской политики. Ты-то кто? Село неотесанное. Село неотесанное. Черт, Оль, пожалуйста, объясни нам, что здесь происходит. Смотрите, какое дно. Когда я только познакомилась со своей творчеством, девчонка с соседнего двора, крутая, заводная, с которой можно попить винчика, с которой можно хорошо провести время. Ух, сгусток периферийного комплекса, и которой человек до сих пор самоутверждается за счет своих же людей. Те работяги, на фоне которых она что-то там пытается в своем плаще Болинсиага стоять, это твои люди, Настя. И никуда вот это вот село из тебя никогда не выбьешь. Ребят, классика жанра. Выгони бабу из села, село из этой бабы. Ты никогда не выбьешь. Ну вот никакую вот отвратительную вещь. Это было просто мерзко. Это было просто жутко. Интересно, кто посмотрел ваше отношение к Насте Ивлеевой, а к ее отношению, к своим корням. Ох, как интересно послушать ваше мнение. Кто не посмотрел, обязательно оставляю ссылки на все видео, которые мы здесь обсуждаем. Интересно послушать ваше мнение. Давайте пообщаемся в комментариях. Не забывайте ставить лайки на этом видео. Не забывайте подписываться каждый божий день на этом видео. Иногда берем, конечно, день отпуска, но практически каждый божий день новые выпуски. Самое свежее, самое горячее. Очень все с альтернативной позиции. У вас всегда есть возможность высказать свою точку зрения в комментариях. Давайте общаться, вступайте в ряды сплетников. У нас здесь самое настоящее жарище. Кстати, кто не знает, по этой ссылочке можете пройти и посмотреть. У меня есть мой основной канал. Кому интересно, моя жизнь не в концепте сплетена. Кому интересно, моя достаточно скромная и наверняка такая депрессивная жизнь. Но сейчас у меня такой период. Переходите по той самой ссылочке. Подписывайтесь на мой основной канал. Кстати, каждый суббот выкладываю вот новый влог. По этой ссылочке можете пойти и посмотреть этот самый влог. Каждую субботу стараюсь выкладывать влог о своей жизни Поэтому если вам интересна моя жизнь Подписывайтесь, у нас там тоже очень интересно Пожалуйста, вам предполагаемый возлюбленный Ксении Бородины Полностью отказывается от знакомства с ней И комментирует, что романа никакого нету Ставит, значит, Гриша Эрик в своем инстаграме Бородина, 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 Бородина Я с ней даже не знаком, но мечтаю с ней познакомиться Возможно, в этой жизни это сбудется Пока это иллюзия вообще Русский там, конечно, вышел давно из чата Станцевала вместе с ним она Поэтому все, он элементарно врет Мне интересно, почему он врет Потому что присылает мне Пташка Вот, кстати, мой инстаграм, директор Для любой информации подписывайтесь И присылайте мне любую информацию Вы всегда останетесь анонимными А мы будем вам очень благодарны за предоставленную информацию Антон, здрасте, пожалуйста, анонимно Хотел рассказать про ваш выпуск Про нового парня Бородиной Гриша Эрик Так вот, он сын очень-очень-очень богатого бизнесмена Инфа 100% Я спрошу, какого бизнесмена Как зовут этого самого бизнесмена Мне говорит Ташка Зовут этого бизнесмена Артак Товмасян Я не знаю, что за Артак Товмасян Видимо, действительно, какие-то бабки там нереальные Я не знаю, по какой причине Сейчас Гриша Эрик отказывается от знакомства с Бородиной Может быть, если папка узнает Что он с такой куском негатива связал свою жизнь Может быть, папка и отрубит от кормушки Потому что все крутые тачки в Инсте Гриша, прости господи, Эрика Или как там его звать Тачки, друзья, на нем ничего нету Какие-то компании совершенно провальные Долги по всем фронтам Ну, дитё пытается, видимо, как-то самоутвердиться И стать крупным бизнесменом Ну, папка, видимо, дает бабки И на этом Гриша Эрик и зиждется И вот сейчас отказывается он от знакомства с Бородиной Может быть, они, конечно, пытаются сейчас делать вот этот вот нелепый, никому не интересный пиар Не знаю, к чему это все приведет, но по факту Артактов Масян Интересно, что за дядечка, откуда бабки Давайте пообщаемся в комментариях Будем наблюдать за всем за этим Но пока на данный момент он отказывается от знакомства Хотя я бы тоже, наверное, если выпил бы пиваса с Бородиной Я бы тоже отказывался, что это вообще имело место быть Потому что с такой тетей связавшись Я так понимаю, она даже старше его Это удар по твоей репутации Человек до сих пор всю жизнь на общественном глазу Всю жизнь она обсуждаемая публичная персона Зайдите в комментарии, там трэш До сих пор, до сегодняшнего дня Пытаются самоутвердиться за счет своих подписчиков До сегодняшнего дня Срач В комментариях вы меня не понимаете Я вас сам от... О, боже мой Таких людей тоже знаю В реальной жизни это невозможные люди Это с густых ходячего негатива Вот и такая Бородина Почитайте комментарии Ух, я не знаю, кто вообще на нее подписан Чего ради Потому что такой негатив И знаете, и так жизнь тяжелая А еще вот такое вот Какая-то самоутверждающаяся тетя В своем инстаграмчике И строчить что-то своими пальчиками Отвратительно, Бородина Отвратительно И ты не меняешься Ты не учишь урок Сколько тебе можно доказывать Что ты что-то делаешь неправильно Ты живешь вот на своей волне Я всех ненавижу Вы меня не понимаете Ух, всем давно смешно И знаешь, подписан Не потому что ты вдохновляешь А потому что ты смешна как клоун Ты тетя клоун Официально клоун, да? Истеричный такой Мне каждый раз интересно Смешно вот так вот тыкать Такого клоуна палкой Чтобы посмотреть на очередное Извержение горящего пукана Вот как это называется Дорогая моя Бородина Бесплатное лечение всем детям России За этот закон будет бороться Татьяна Буланова Объяснила она Зачем она идет В Государственную Думу Лидер списка Партия Родина Заслуженная артистка Российской Федерации Вот такое, ребята В нефтяной державе, да? Когда серьезные дядьки Тетки, которые сидят у кормушки Кремлевской, да? Это миллиардные особняки Миллиардные какие-то офшоры Люди вон борются За элементарную Бесплатную медицину Для детей Это, дорогие мои Абсурд вообще Смотря на то, что сейчас происходит Во России с этими самыми Выборами Это просто, конечно, ужасно Сейчас суд запретил Гугл и Яндекс Показывать словосочетание Умное голосование Во поисковой выдаче Я не совсем понимаю Как это будет работать Потому что если сейчас Ты заходишь в поиск И набираешь умное голосование Все равно появляются Какие-то результаты Ну вот арбитражный суд Москвы Запретил Потому что умное голосование Это предложение Навальной Которое все пытается Сейчас выдернуть Из Apple Store И, я не знаю, как называется Магазин Google И, значит, пытаются Они все это запретить Потому что Элементарно По законам Российской Федерации Умное голосование И организация Навального Это экстремистские организации Вот И сейчас такие вот Судороги идут Прямо перед выборами Выборы будут, напомню, 19-го числа Немножечко в эту же кучу Малу в Ивановской области Голосование на выборы В Госдуму Пройдет на площадях У ларьков Магазинов На детских площадках В футбольном поле И даже на автобусной остановке Сообщают Иванова Ньюз Интересное название Двадцатого портала Но вот так оно и есть Это стало возможно После заседания Избирательной комиссии Ивановской области Там утвердили ряд мест Для голосования Где затруднено Транспортное сообщение Да, дорогие мои Будут вот эти Помните Жуткие голосования На пеньках На скамейках Около подъездов Просто рай Рай для Бросов Рай для манипуляций Кто бы Сомневался Что правящая партия Опять возьмут Все максимальные места Фарс Большего фарса Я никогда не видел И вы знаете Что самое удивительное Что этот фарс Он на поверхности Его открыто обсуждают Российский сегмент Телеграма Это один из крупнейших Независимых Инфоисточников Это прецедент Такого в мире В мировом Телеграме Такого нет Это только вот Российский сегмент Вывалился Нашел отдушину Где можно элементарно Обо всем говорить Кстати Подписывайтесь на наш Телеграм Ссылочка будет Закреплена в комментариях Почти 122 тысячи Подписчиков Новости сплетнем 9 редакторов Каждый день 24 на 7 Самое информативное И очень обсуждаемое Сообщество В российском Телеграм Поэтому обязательно Подписывайтесь Там мы все это Тоже протащим Я пытаюсь Когда проанализировать Поведение властей Вот они сказали Можно голосовать на пеньках Черт возьми В нефтяной державе На пеньках Для меня вот это Всегда сочетание Оно неуместно Оно невозможно Понимаете Одна из богатейших стран И голосуем на пеньках И на скамейках Когда мы говорим О разделении Власти В России О всем плевать Да это все Шито белыми нитками Да это все Осуждается Да это все На поверхности Плевать Будут голосовать Будут требовать Чтобы присылали Фотоотчет От того За кого вы Проголосовали Это мы говорим Про бюджетников И доказывать Что вы проголосовали За нужного человека За которого вам сказали Проголосовать И вот интересное Пожалуйста Видео Дорогие мои РПЦ РПЦ и власть в России Ручка в ручку Идут Ребята Смотрим Призываю Священное началие В лице Патриарха Кирилла Ваше святейшество Пожалуйста Отнеситесь к этому С вниманием Метрополитов Архиепископов И епископов Всех священников И руководителей Патриархийных И епархиальных Отделов Приближенных И подиаконов И близких Родственников Священнослужителей Написать Декларации О своих доходах И о своем имуществе Благодаря этому Мы сможем Вернуть доверие людей Благодаря этому Мы сможем Препобедить Проблему Которая есть В нашей церкви Это коррупция И она есть Несомненно И все мы Об этом знаем И благодаря этому Мы станем Крепче Искреннее И надежнее Священник Русской православной церкви Призвал Патриарха Кирилла Раскрыть Свои доходы Такое видео Обращение Записал Священнослужитель Ищу вашей Роман Степанов По его словам Значит РПЦ Должна перестать Быть закрытой Организацией Которая затемняется Замалчивается И забалтывается Беззаконие И злоупотребление Реакции Московской патриархии Конечно Пока не последовало Я думаю Они сейчас Элементарно Замнут Это все Поэтому я считаю Что очень важно Об этом говорить Громко И безапелляционно Потому что Откуда те майбахи Откуда те яхты У русской православной церкви Просто купание В золоте В прямом понимании Этого слова У российской православной церкви Откуда часы На руках патриарха Напомню Папа Римский Я не буду здесь Обелять Папу Римского Но Папа Римский Ходит часами за 50 евро На своем запястье Дедушка патриарх Кирилл Он ходит в часах Там за какие-то 80 тысяч евро Откуда Такие деньги У русской православной церкви Это одно А второе Я думаю Нужно очень сильно обсуждать Эту всю тему Потому что Роман Степанов Из Чуваши Его сейчас просто В лес отвезут Понимаете Его в лес Отвезут А потребовал он что Пожалуйста Раскройте доходы Раскройте Что вы там имеете Вы думаете Раскройте РПЦ Свои доходы Вы думаете Раскройте они Свои налоговые Вот эти вот Что там По недвижке Что там по часам Что там по яхтам И по майбахам Думаете РПЦ Это все раскроют Пацана считай нет Поэтому я считаю Только общественная огласка Должна как-то Вытянуть это все Потому что Это беспредел Воровство Идет повальное Вы вообще слышите Что происходит Дорогие мои сплетники И сплетницы Ну и Разин Андрей Продолжает угрожать Малахову Помните Был тот самый скандал Когда Андрей Разин Ругался с Лерой Кудрявцевой Тогда он обвинил ее В считай Проституции И она сказала Ты со мной не бодайся Я про тебя много чего знаю И потом на какой-то момент Буквально не так давно Ему пришлось публично извиняться Перед Лерой Кудрявцевой Видимо у Леры Кудрявцевой Есть какие-то серьезные козыри В ее рукаве И вот сейчас Посте значит Андрей Разин В своем инстаграме Вот такую вот тему Непорядочность Воровство И домогательство В окружении Разина Андрей Малахов Прямой эфир Здравствуйте Мы обратили внимание На ваше письмо И готовы связаться с вами Для обсуждения Детали участия в программе То есть Малахов пытается Накопать какую-то информацию На Андрея Разина А копать Там видимо есть что И значит Андрей Разин пишет Малахов никак не может Что гуманится Его команда Роет на меня какую-то чернуху Они посылают Всем моим Недоброжелателям Предложение Рассказать обо мне Компрометирующую информацию Это мне прислал друг Которому тоже Предложили деньги За подобного толка Информацию Причем они сами Редактируют материал Но я собрал Про Малахов Еще больше информации Чем ты собираешь Про меня Андрюша Имея ввиду Что если ты соберешь Эту передачу И пригласишь на нее Всех моих недоброжелателей Которые когда-то Жили на мои деньги Я обнародую Всю информацию тебе После которой тебе Даже на улицу Выйти будет стыдно Я обожаю Такого толка Информацию Андрей Разин Если ты Меня слышишь Андрей Можешь всегда На меня рассчитывать Можешь использовать Мой канал Как рупор Той информацией Которую ты считаешь Возможной Быть слитым Потому что Мне очень интересна Жизнь Андрея Малахова Мне очень интересно Что кто знает Про частную Личную жизнь Андрея Малахова Потому что я уверен Там есть что скрывать Там есть о чем поговорить И Андрей Малахов Когда он начинает Вот такое вот бодание С дядечкой Разином Там у каждого Есть свое ведро Грязи Но в данном случае Я на стороне Андрея Разина И мне было бы Очень интересно Узнать вообще Что-то Про Малахова Потому что Я не верю В эту вылизанную картинку Я не верю В то Что проецирует Андрей Малахов Являясь Мутной фигурой Вот на моем горизонте Шкаф полный скелетов Вот кто такой Андрей Малахов В моей перспективе Восприятие публичного человека Поэтому я повторюсь Если у кого есть Какая-то информация Про Малахова Пишите в директ Моего инстаграма Вы всегда останетесь анонимны Я читаю Удаляю сообщения И я буду Очень признателен За предоставленную информацию Андрею Малахов Мне интересно знать Что на него Такое есть Серьезное Накопать Что Разин В открытую говорит Заткнись чувак Или Пожалеешь Кто что знает Давайте пообщаемся В комментариях Мне прямо интересно Смотреть на такие Публичные срачи Дорогие мои сплетники Все вы знаете На этом канале Мы всегда поддерживаем Приюты для бездомных животных Help Dog Mini Замечательный мини приют В Петербурге Я обязательно оставлю ссылочку На их инстаграм В описании Переходите Во-первых Поблагодарите за все Что они делают Спросите Чем вы можете помочь Если вы в состоянии помочь Пожалуйста Помогите Дорогие мои сплетники Спасибо что не проходите Мимо нашей замечательной Инициативы Помощи бездомным животным Спасибо дорогие мои сплетники Что доказываете всему миру Что мы сплетники Умеем не только сплетничать Но и любить Вот и все сплетни Вот и все новости На сегодня Спасибо огромное Абсолютно всем За подписки За пальцы За комментарии Интересно послушать Ваше мнение На поднятые в этом выпуске Все мы согласны Вы со мной Или вы категорически Не согласны Аргументируйте Пожалуйста Потому что мне очень Интересна обратная связь Это неотъемлемая часть Нашего комьюнити Подписывайтесь У нас здесь горячо У нас здесь противоречиво У нас здесь интересно У нас самое интересное Сообщество в русскоязычном Блогинге Однозначно Без сомнений Поэтому вступайте В ряды сплетников Спасибо еще раз всем За внимание Увидимся обязательно завтра Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok